Привет! Это видео подойдет для тех, кто имеет или хочет иметь свой собственный сервер в CS 1.6. В нем я расскажу вам о том, как раскрутить свой сервер и сделать его популярным. Меня зовут Леонид Пермяков, он же DreamXLeo. Я играю и занимаюсь в Counter-Strike уже 9 лет и имел в своем распоряжении не один сервер, который смог забить до отказа игроками. Поэтому, если вы хотите узнать все инструменты для привлечения игроков, как платный, так и бесплатный, смотрите видео до конца. Если честно, перед съемкой этого ролика я посмотрел видео, которое уже есть на YouTube, на топовых позициях и, если честно, был удивлен тому, что они вообще там делают. Ведь я не нашел ни одного видео, где бы было четко рассказано обо всех или почти всех способах раскрутки. Кто-то рассказывает в одном видео только про мониторинги, кто-то другой про какие-то программы. В общем, полноценного руководства я не нашел. Поэтому исправляем положение. Давайте к делу. Для начала я расскажу о бесплатных способах. Сразу помечу, что у них есть... Что у них и плюсов-то почти нет, в принципе. Практически одни минусы. Они требуют много времени или сторонних ресурсов, для создания которых тоже нужно время. Кроме того, они малоэффективны по сравнению с платными способами. Тем не менее, для тех, кому жалко тратить деньги на раскрутку сервера, или кто-то по каким-то причинам не может этого делать, я их озвучу. Первый способ раскрутки сервера бесплатный – это спам. Не будем здесь долго задерживаться. Вы можете просто тратить свое личное время и спамить в социальных сетях, на серверах, форумах, сообщения с IP-адресом своего сервера и мотивировать как-то игроков заходить на ваш сервер. Скорее всего, вас будут ненавидеть и вы будете почти везде забанены. А эффекты это почти не принесет. Второй бесплатный способ привлечь на сервер игроков – с помощью своего сайта, группы ВКонтакте, страницы в социальных сетях. Если у вас есть подписчики, посещаемость на сайте, участники в группе, то есть какой-то трафик, вы можете не назойливо, но оставлять соответствующие посты, сообщения с адресом сервера. Можно также вписать IP-адрес сервера, статус в социальных сетях, в скайп и так далее. На сайте, если он у вас есть, вы можете с помощью, например, сервиса GameTracker.com сделать информера в реальном времени своего сервера, который будет постоянно висеть на сайте, его будут видеть посетители и, возможно, даже заходить на ваш сервер. Эффективность метода будет зависеть уже от того, сколько человек будут видеть вашу информацию. Третий способ раскрутки из бесплатных и уже более эффективный – это добавление сервера в различные мониторинги серверов. Это такие сайты, которые имеют свой собственный мастер-сервер, он же поиск серверов. Добавляя туда свой сервер, во многих мониторингах он просто начинает отображаться в поиске в самой КС, то есть в тех сборках, которые распространяет сам мониторинг. И таким образом игроки придут к вам напрямую уже из самой игры. Но, как правило, чтобы сервер был заметнее, он должен быть выше остальных в поиске, а для этого нужно постоянно за него голосовать на мониторинге или приобретать платные услуги у мониторинга, которые поднимут ваш сервер в поиске. Но об этом немножко позже. Чтобы найти такие сайты, просто в поисковую систему вбейте запрос типа «Мониторинги КС 1.6». На многих сайтах потребуется регистрация, не пугайтесь, она довольно простая. И, к слову, не все мониторинги бесплатные. У меня есть и свой мониторинг, кому интересно. Называется он leoboost.ru. Ссылка сейчас на экране и будет в описании. Можете туда добавить свой сервер бесплатный, и он будет в поиске автоматически. Либо можете воспользоваться платными услугами на данный момент, записи видео от 10 рублей, и ваш сервер будет вверху списка. Пожалуй, это все самые основные бесплатные методы. Есть, конечно, еще один четвертый. Вы можете просто рассказать своим друзьям о своем сервере, или написать другим в личку и рассказать о сервере. Можете написать на заборе, но, если честно, это слабо работает. Теперь давайте о платных способах и самых эффективных. И самый первый способ, самый популярный и самый эффективный из всех методов раскрутки на сегодняшний день, это приобретение премиум или платных услуг на различных мониторингах, бустах. То есть вы добавляете свой сервер в мониторинг, а потом приобретаете платные услуги, и ваш сервер появляется вверху списка при поиске серверов в сборках мониторинга. Игроки, которые играют через эти сборки, они видят ваш сервер, и если он им понравится на текущей карте, по текущей карте, по пингу, по названию, например, они на него зайдут. Обычно платные услуги бывают нескольких видов, например, топ, то есть премиум место, место в шапке, как обычно оно еще называется. Обычно такие сервера идут вверху списка, в самом верху, выше остальных. Boost или Turbo Boost, как правило, система на вылет. То есть может быть, к примеру, 20 мест в Boost, если добавляете новый сервер, последний уже вылетает, и уже не идет на него раскрутка. Это самая популярная услуга. Далее идет VIP, VIP, VIP. Обычно VIP на время дается, к примеру, 7 дней 40 рублей. У всех, в принципе, цены разные. И VIP-сервера обычно идут после серверов, которые в Boost. Далее уже могут быть услуги вроде Game Menu, это когда сервер отображается уже в меню сборки, или как-то можно приконнектиться через меню. И еще есть выделение цветом, например. Не особо эффективная услуга, просто выделяет ваш сервер в мониторинге, плюс он также может показываться, сортироваться, то есть в поиске серверов выше остальных, выше тех, у кого нет такой услуги выделения цветом. Это самый популярный и эффективный способ раскрутки сервера. Если сервер имеет тысячи уникальных запросов к поиску серверов в сутки, то ваш сервер, имея Boost статус, допустим, может забиться буквально за пару минут. Таких сервисов довольно много, и их эффективность вы можете проверить тем, насколько заполнены сервера с платными услугами, или посмотрев их статистику уникальных запросов за сутки, если она есть или если она открытая на самом сайте. А как найти такие сервисы? Да почти у каждого мониторинга есть платные услуги. Если вам нужна хорошая подпитка новыми игроками, то вы можете воспользоваться моим, например, сервисом leoboost.ru. Места, правда, не всегда бывают свободны, обычно быстро разбирают, но тем не менее за невысокую цену от 10 рублей на данный момент вы можете приобрести раскрутку и получить уже новых игроков прямо сейчас. Ссылка будет на экране и в описании к этому видео. Второй платный способ и уже менее эффективный – это покупка рекламы. Где угодно, на других серверах, на тематических сайтах, форумах, мониторингах, социальных сетях можно приобрести рекламу на YouTube, например. Но на самом деле проще, дешевле и эффективнее будет просто приобретать платные услуги у мониторинга. А теперь очень важный момент. Если вы раскручиваете свой сервер, а на нем все равно мало игроков, или игроки уходят, или даже вообще не заходят, то, возможно, у вас проблемы с сервером. Чтобы ваш сервер эффективно раскручивался, помните важные правила. Первое. Ваш сервер должен работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть, постоянно. Для этого у вас должен быть либо он лежать на отдельном компьютере, как правило, на отдельном сервере у вас, либо приобретаться хостинг для этого дела. Если вам нужен недорогой и качественный хостинг, или сервер под ключ на заказ, обращайтесь ко мне. Я вам его сделаю быстро и качественно. Ваш сервер должен работать постоянно. Второе. На вашем сервере должен быть минимальный пинг. Отсюда он должен быть правильно настроен. На нем должно быть минимальное количество плагинов, которые грузит сервер. Чем выше пинг, тем меньше игроков. Чем больше плагинов, тем выше нагрузка. Больше пинг, лаги, снижение FPS сервера, и, соответственно, плохая стрельба. Если вам нужна правильная настройка сервера или консультация, по этому делу обращайтесь, я вам помогу. Сервер в идеале должен выдавать 1000 FPS. Если вы берете сервер на хостинге, то обычно предоставляют сервера с 300 FPS, 500 FPS и 1000 FPS. Чем выше, тем дороже. Решайте сами. Но мой вам совет, не берите сервер ниже 500 FPS. Слишком уж будет плохая стрельба. Четвертый пункт, если вы хотите быстро раскрутить свой сервер, он должен работать на два протокола. 47 и 48. То есть, принимать игроков как с Steam, так и с Non-Steam. Думаю, почему объяснять не требуется. В этом вам поможет модуль Тпротто для метамод. Пятое. На сервере должны стоять античиты-плагины, которые будут банить именно читеров. А еще нужна адекватная администрация, которая будет частенько на сервере. Поверьте, если будет рассадник читаков, с сервера уйдут нормальные игроки. Ну и последний совет. Если у вас стандартный паблик, то он должен на старте содержать лишь самые популярные карты. The Dust 2, The Nuke, The Train, The Inferno и подобные. А еще лучше, чтобы частенько был The Dust 2 2 на 2. Эта карта привлекает многих игроков. Все зависит от количества слотов. Проверено временем. Ну вот и все. Еще, в принципе, подытожив, скажу, что приступая к раскутке, закончите работу сначала над самим сервером, чтобы он не лагал, имел минимальную задержку, минимум плагинов, был адекватно настроен, была четкая стрельба. После этого, самое эффективное, приобретайте платные услуги на мониторингах. Это недорого и наиболее эффективно, и вообще не затратно по времени. И будет вам счастье, полный сервер и клиенты для покупки ваших услуг вип-админок. Спасибо за просмотр этого гайда. Дорогой мой друг, если тебе понравилось, делись этим видео с друзьями. Пости его у себя в группах, рассказывай знакомым админам, им будет полезно это знать. Ставь палец вверх, если тебе понравился материал, и подписывайся на новые уроки по Counter-Strike. Ну и не только. Другие уроки тоже будут. Будет интересно и полезно. С тобой был Леонид Пермяков. До новых встреч и новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok